Плавучий энергоблок. Академик Ломоносов пришел на Чукотку. 9 сентября энергоблок в сопровождении ледокола Диксона и двух буксиров с опережением графика подошел к Певеку. Всего с начала буксировки 23 августа от причала в Мурманске до Певека. Судном было пройдено 2640 миль или 4888 километров. Как сообщает сайт Энергоньюз, в настоящее время ПЭП находится на якорной стоянке номер 2 в нескольких сотнях метрах от береговой черты в Чаунской губе Восточно-Сибирского моря. Команды судов совместно с капитаном Порта Певек приступили к разработке плана швартовки плав энергоблока у Мол Причала. На самом энергоблоке продолжаются работы по проверке узлов и механизмов после длинного перехода. Как рассказал директор дирекции концерна «Росэнергоатом» по сооружению и эксплуатации ПАТЭС Виталий Трутнев, в процессе перегона плав энергоблок показал себя хорошо и лишний раз продемонстрировал свои исключительные мореходные качества. В настоящий момент готовится план швартовки. Из-за особенности порта и нового Мол Причала, а также из-за больших размеров энергоблока, задача представляется непростой. До конца недели ПЭФ встанет на свое постоянное место базирования. Добавим, что после швартовки и подключения к сетям плавучий энергоблок Академик Ломоносов станет полноценным энергетическим объектом в составе плавучей атомной теплоэлектростанции, которая призвана заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла, Чаунскую ТЭЦ в Певеке и Билибинскую АЭС.